Не так давно заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии, общественный деятель Юрий Тори отметил свой 85-й юбилей. В связи с этим администрация и собрание Гагарского района вручили ему благодарственное письмо и ценные подарки. На церемонии вручения с поздравительными словами выступили председатель собрания Гагарского района Астана Аграба, заместитель главы администрации района Геннадий Свижба. Они отметили, что неоценим труд Юрия Тори в развитии не только Гагарского района, но и республики в целом. Несмотря на свой почетный возраст, он и сегодня принимает активное участие в общественной деятельности, всегда выступает с новыми идеями в разных отраслях. Ему выразили огромную благодарность и пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни. Дмитрий Константинович Тори с юбилеем 85-летним пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы еще, еще, еще вы служили народу, служили культуре и создавали еще много хороших произведений. И радовали нас своим присутствием среди нас, среди жителей, среди творческой интеллигенции, среди интеллигенции и культуры. Поздравляю вас еще раз от имени собрания, от имени всех депутатов. Здоровья и долгих вам лет жизни. В адрес юбиляра прозвучали теплые поздравительные слова и от его соратников, бывших коллег по работе. Юрий Тори со своей стороны выразил признательность всем тем, кто оказал ему внимание. Я всегда себя считал счастливым человеком. Я еще раз убедился, что я действительно достоин, чтобы я себя считал счастливым. Рассказывать о том, что я делал или там, и так далее, даже будет некрасиво. У меня очень много еще есть вещей, которые все равно пойдем к этому. Я хочу, чтобы в Абхазии мы понятие Абсуара не просто говорили об Абсуаре. Я мечтаю, чтобы ту программу, которую я все время по интернету прошу, давайте мы создадим государственную программу нравственного воспитания, где все нюансы, краски, оттенки понятия Абсуара заложить в эту программу и сделать его со статусом конституционного закона. Иначе что получается? Амка говорит, кто с Ричардом Депхартоном? Почему? Это нужно было. Если без Тачкума мы не будем делать, мы не сможем дальше вести себя тем народом, который вообще в мире мы считали идеалом вообще человеческой понятия, где в Абсуаре все заложено. Все самое высокое человеческое качество должно быть там заложено. Мы сегодня просто это говорим. Я буду просить, чтобы кто-то нашелся из сидящих здесь, был с автором хотя бы так. А потом мы дадим специалисту, это все будет сделано. Второе. Здоровье нации. Если мы не сделаем, чтобы люди опять вернулись на долголетие, мы в доверие, доверяясь этим фуфломицинам, всем, то, что мы сейчас едим и принимаем пищу, и те же самые аптечные средства, мы долго жить не будем. Поэтому нам надо подумать, а как сделать, а вот так, как раньше делали, вернуться всем на наши земли. Не надо стесняться на этих же хаммерах, на этих там лексусах подъехать, в неделю хотя бы день, один день посвятить, покопать, опять все это сделать, и сделать натуральную, безопасную продукцию питания. Если мы это не сделаем, у нас молодых очень много больных. Дай Бог, чтобы все задумки, которые у вас есть, планы, кого любите, кто вас любит, все, что мечтаете, с Божьей помощью осуществилось. Спасибо за такое большое внимание ваше.